Что такое коррупция и как с ней бороться? Ответить на этот вопрос могло бы законодательство. Но, как отметили на заседании, соответствующие правовой базы пока не существует. Если был бы закон общественной палаты, можно было бы организовать и контроль. И по нашим предложениям общественных советов и общественной палаты заводились бы уголовные дела. Мы посылали бы идеи для контроля. Была прозрачность. Паспортный стол, милиция и жилищно-коммунальные службы. Негласный рейтинг коррумпированных ведомств был составлен по результатам анонимного анкетирования граждан. Так отметили общественники. Контролировать работу чиновников будет легче. Мы проводим горячие линии. Мы получаем письма, где люди конкретно излагают. Не только говорят о том, что вот там где-то что-то делается, а конкретно называют адреса, телефоны, называют фамилии руководителей. От болезни профессиональной к медицинским проблемам. Следующим пунктом рабочей программы стал вопрос о росте заболеваемости туберкулезом. 137 человек на 100 тысяч населения заболеваемость. Всего по району 308 человек. Плохие санитарные условия и отсутствие должного медицинского контроля – это основные причины роста заболеваемости, заявили на заседании. Надо сказать, что у нас получается в районе заболеваемость 46 с половиной человек на 100 тысяч населения. ПМР – 12. Представляете себе, что мы в четыре раза выше республики. Проблемы здравоохранения и власти. Их решения председатели Советов должны представить на рассмотрение президенту. А дальше – начать работу на местах. Ирина Полесико, Дмитрий Глухенький. Первый республиканский телеканал.